Владимир Викторович Моисеев. Экономика современной России, состояние и перспективы развития. Издательство, Директ Медиа. Монография посвящена проблемам экономического развития современной России. На фактическом материале показано, что вследствие неэффективности государственного управления, Россия значительно отстала в экономическом развитии от ведущих стран мира. В условиях антироссийских санкций экономика Российской Федерации потеряла темпы прироста, ее воловой внутренний продукт в 2022 году показал отрицательные значения. Какие перспективы ожидают экономику нашей страны, если проведение специальной военной операции на Украине и связанные с ней санкции продлятся еще несколько лет? Об этом новая монография автора серии книг «Современная Россия». Адресовано широкому кругу читателей. Введение. В 2022 году экономика России вошла в фазу экономического спада или рецессии. Спад экономики, по разным оценкам, прогнозировался в пределах от 3 до 12 процентов и даже до 25 процентов. Так, в марте-апреле 2022 года, после начала военных действий на Украине, экономисты ожидали спад на 10-12 процентов и более. Причем такие пессимистические оценки давали не только зарубежные аналитики, но и российские финансовые ведомства. «Нам предрекали, помните, спад экономики 20-25 процентов, 10 процентов. В феврале-марте прошлого года предрекали нам просто обвал экономики», заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Однако, по официальным данным, которые опубликовал Росстат, падение экономики составило всего 2,1 процента. Экономисты выделяют три основных фактора, которые сдержали обвальное падение экономики России в 2022 году, это возросшие инвестиции в производство. Связанные с новым этапом реализации госпрограмм по импортозамещению, а также финансирование строительства и инвестиции в недвижимость. Также положительно на ВВП повлиял устойчивый экспорт в прошлом году. Конкретных цифр Росстат не раскрывает, однако в целом можно констатировать, что добыча избежала спада за счет перенаправления нефтяных потоков из Европы в страны Азии, в основном в Индию и Китай. В 2022 году российская экономика показала все факторы, указывающие на долгую рецессию, пролог к новому экономическому кризису. Она оказалась в сложной ситуации из-за огромного количества санкционных мер. 50 стран, участвующих в санкционном давлении на Россию, наложили на нашу страну беспрецедентное количество ограничительных и запретительных мер, по разным оценкам, общее количество которых уже превысило 10 тысяч. Даже сумма санкций, наложенная на Иран, Северную Корею и Сирию, оказалась меньше, чем на Российскую Федерацию за один только 2022 год. В 2023 году ВВП России может незначительно вырасти, примерно на 0,5%, в том случае, если Россия научится лучше обходить санкционные ограничения, а цены на газ и нефть продолжат расти. Однако базовый сценарий заключается в стагнации экономики и продолжении начавшейся рецессии. Поэтому говорить о том, что Россия скоро перейдет к устойчивому росту, пока рано, все зависит от результатов специальной военной операции на Украине и ее продолжительности по времени, сдержать падение экономики в военное время весьма проблематично. Тем более, что и в мирное время ВВП РФ не отличался высокими темпами роста и даже показывал так называемый отрицательный рост, несмотря на все заверения и указы главы государства. Так, президентом Владимиром Путиным 7 мая 2018 года. Был подписан указ о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, в котором ставилась задача попасть в топ-5 экономик мира. Но чтобы попасть в пятерку крупнейших экономик мира по номинальному ВВП, увеличивать ВВП как минимум на 16% в год, чтобы догнать Великобританию, замыкающую топ-5 экономик мира. А этого пока не происходит. Из-за ошибок в экономической стратегии, пандемии, коронавируса, коррупции и других причин экономическое развитие нашей страны практически прекратилось. За 8 лет объем голового внутреннего продукта не только не увеличился ни на 1%, но даже сократился на 2% по сравнению с 2015 годом. В этот же период Китай увеличил свою экономику почти наполовину, точнее на 45,5%. Только в 2021 году темпы экономического роста Китая на фоне успешного восстановления страны от негативного воздействия пандемии оказались самыми высокими за последние 10 лет, составив 8,1%. Все эти годы экономика Российской Федерации, включая предприятия Урала, Сибири, Дальнего Востока, за исключением, может быть, центра страны, практически стояла на одном месте, не развивалась. Ее состояние вполне можно охарактеризовать термином «нулевой рост», который в последнее время часто используется Министерством экономического развития РФ. Спад экономики в 2015-2022 годах начал постепенно преодолеваться, но из-за начавшейся пандемии в 2020 году. А затем и военных действий российских войск на Украине, связанных с ними многочисленными санкциями, России так и не удалось преодолеть затянувшуюся стагнацию в экономике. По мнению ряда экономистов, затянувшаяся рецессия стала следствием неверной экономической стратегии российского руководства, которая привела некогда развитую страну к технологической отсталости и критической импортозависимости. Одним из свидетельств российской технологической отсталости и зависимости от импорта из стран Запада является то обстоятельство, что по данным Минпромторга России. Доля импорта в станкостроении превышает 90%, в тяжелом машиностроении – 60-80%, в легкой промышленности – 70-90%, в радиоэлектронной промышленности – 80-90%. Причиной критической зависимости от импорта стали ошибки в промышленной политике и экономической стратегии, реализуемой в постсоветский период. Капиталистическая Россия сегодня импортирует металлорежущие станки и кузнечно-прессовое оборудование, автомобили и трактора, строительную и дорожную технику. Компьютеры и телефоны, телевизоры и видеомагнитофоны, медицинские приборы и медикаменты, мясо и молочные продукты, одежду и обувь, мебель и много другое. Вследствие этого происходит сильнейшая экономическая зависимость России от других стран, ранее от США и Евросоюза, а сведением санкций от Китая. Отсутствие своевременных структурных реформ в сочетании со слабой политической волей руководства в решении накопившихся экономических проблем привело к стагнации российской экономики. И когда правительству потребовалось 20 триллионов рублей на реализацию национальных проектов, вытекающих из майского указа президента, деньги на эти цели были взяты не из накопленных золотовалютных резервов, а у населения. Для этого в 2018 году пенсионный возраст был увеличен на 5 лет, налог на добавленную стоимость возрос с 18% до 20%. Введен налог на самозанятых, а акциза на моторное топливо, алкоголь, сигареты и другие товары были существенно подняты. От более глубокого падения российскую экономику в 2021 и 2022 году спасли высокие цены на нефть, газ, металлы и другое сырье. Благодаря изменению мировой конъюнктуры на российский экспорт ВВП России в 2021 году даже увеличился на 4,6%. Проблемы российской экономики, скрывавшиеся под дождем нефтедолларов, стали видны даже не специалистом во время нового экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса в 2020-2021 годах и после начала специальной военной операции в 2022 году. По итогам 2020 года ВВП России главнейший показатель развития экономики снизился на 3,8%, а в 2022 году еще на 2,1%, что отбросило нашу страну, вставшую с колен, на малопочетное место по темпам экономического роста. После резкого падения мировых цен на энергоносители бюджет Российской Федерации недосчитался около 4 триллиона рублей, которых недополучила Россия за время стагнации и рецессии. Все познается в сравнении. Сравнивая современную экономику Китая и импортозависимую экономику России, невольно приходишь к малоприятному выводу. Реализованная в Китае экономическая стратегия оказалась более эффективной, чем в России. Экономика Китая, благодаря слаженной работе политического руководства КНР по управлению социально-экономическим развитием страны, развивалась почти безкризисно высокими темпами, чего нельзя сказать о России, позиционирующей себя как мировая экономическая держава. Особый путь социально-экономического развития в России себя не оправдал, в отличие от Китая. Согласно опубликованному документу, объем экономики Китая за минувший год превысил ТИС-114. 36 триллионов 114 триллионов 360 миллиардов юаней, примерно 17 триллионов 980 миллиардов долларов по текущему курсу. Аграрный сектор за указанный период увеличился на 7,1% до 8 триллионов 300 миллиардов юаней, около 1 триллиона 300 миллиардов долларов промышленность на 8,2%. До 45 триллионов 90 миллиардов юаней, 7 триллионов 90 миллиардов долларов сфера услуг тоже на 8,2%. До 60 триллионов 970 миллиардов юани – 9 трлн 590 млрд долларов. При этом население КНР в 2021 году увеличило закупки драгоценностей и ювелирных украшений на 29,8%. Одежда и обуви – на 12,7%, мебели – на 14,5%, бытовых электроприборов – на 10%, автомобилей – на 7,6%. Рост затрат на прохладительные напитки составил 20,4%, на пищевую продукцию – 10,8%, на средства телекоммуникаций – 14,6%. Таким образом, статистика свидетельствует, что экономика Китая даже в кризис, связанной с пандемией COVID-19, росла почти в два раза быстрее, чем в России под руководством президента Владимира Путина, который по Конституции РФ определяет всю внутреннюю и внешнюю политику. Место России в мировом рейтинге экономик по номинальному воловому внутреннему продукту – ВВП – весьма скромное, она даже не входит в топ-10 экономик мира по главному экономическому показателю. Из таблицы следует, что в экономическом отношении Россия отстает от таких стран, как США, Китай, Япония, Германия, Великобритания, Индия, Франция, Италия, Канада, Южной Кореи и даже Бразилия. Если капиталистическая Россия в 2022 году произвела товаров и услуг на 1,7 трлн долларов, то Китай – 17,9 миллионов в 10 раз больше, а США – 24,79 или более чем в 14,5 раза. Другими словами, экономика РФ предстает карликом по сравнению с мировыми экономическими лидерами. Представьте себе человека, рост которого равен 2 метрам, а рядом с ним карлик величиной в 20 или даже 14,5 сантиметров. Резкое падение цен на нефть и другое сырье в начале пандемии в 2020 году в очередной раз показало реальную зависимость экономики России от экспорта энергоресурсов и другого сырья. Практика последних 22 лет со всей очевидностью показала, что основной вклад в национальный доход вносит не труд и капитал, как в большинстве развитых государств, а природная рента. Так называемая нефтяная игла по-прежнему является основной причиной очередного экономического кризиса, создавая реальные угрозы экономической и национальной безопасности России. По этим и другим причинам современная Россия значительно отстает от развитых стран мира по уровню развития экономики. За четверть века стагнации, включая четыре острых экономических кризиса, 1998 год, 2008-2009 годы, 2014-2016 годы, 2020-2022 годы, ведущие отрасли российской промышленности значительно сократили свое производство по некоторым позициям в десятки раз. Президент Владимир Владимирович Путин неоднократно заявлял, что государству необходимо создавать такие условия, при которых выгодно инвестировать в отечественную экономику и промышленность, создавать инновационные продукты, отходить от нефтяной иглы. Однако, как показали прошедшие два десятилетия с начала 21 века, президенты Владимир Владимирович Путин и Медведев в качестве президентов и будучи во главе правительства не принимали действенных мер по модернизации экономики, переводу ее с сырьевого на инновационный путь развития. Это со всей очевидностью показал экономический кризис, разразившийся в 2014-2016 годах после присоединения Крыма к России и введения первых ограничительных санкций на импорт. В России часто ищут ответы на вопросы, кто виноват и что делать. В этой книге будет дан ответ, кто виноват в замедлении российской экономики, ее острой зависимости от импорта технологий, товаров и комплектующих, а также, что нужно делать в сложившейся ситуации, чтобы попасть в топ-5 экономик мира. Глава 1. Экономическое положение России в начале 21 века. Экономика СССР как фундамент развития экономики России. Российская Федерация образовалась не на пустом месте. Она возникла в 1991 году после развала огромной державы мира, Советского Союза, экономика которого занимала второе место в мире после США. На долю экономики СССР приходилось около 20% мирового промышленного производства. Советский Союз занимал первое место в мире по промышленному производству почти всех видов продукции базовых отраслей экономики. Добычи нефти и природного газа производству стали чугуна металлорежущих станков, тепловозов, электровозов, тракторов, комбайнов, стальных труб, кирпича. Сборных железобетонных конструкций, железной руды, кокса, холодильников, шерстяных и хлопчатобумажных тканей, кожаной обуви, животного масла, молока, сахара, песка. Воловому сбору картофеля, сахарной свеклы, производству калийных удобрений, пиломатериалов, реакторного урана, синтетического каучука, железнодорожного груза и пассажирообороту. Производству многих видов военной техники по общему числу запусков космических летательных аппаратов, 50% от общего числа запусков в мире. Советский Союз занимал второе место в мире по производству электроэнергии, добыче золота, бурого угля, производству цемента, первичного алюминия, азотных и фосфорных удобрений, добыче каменного и бурого угля, а также поголовью овец и свиней, вылову рыбы и морепродуктов. Таким образом, СССР представлял собой высокоразвитую экономическую державу, обладавшую мощным ракетно-ядерным оружием и современными технологиями по освоению космоса, использованию урана в мирных целях. Основу экономического могущества закладывали многие поколения советских людей под руководством выдающихся лидеров – Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и других. Наибольшего расцвета наша Родина достигла. По мнению автора, при Брежневе, который в середине 60-х годов совместно с Косыгиным добился больших экономических преобразований в ходе реформ. О результатах экономических реформ в эпоху Брежнева, особенно на начальном этапе, свидетельствуют следующие цифры и факты. Только за восьмую пятилетку 1966-1970 годы объем промышленного производства вырос в полтора раза, производительность труда на 33%. Было построено 1900 новых промышленных предприятий, завершилось сооружение первой очереди Волжского автомобильного завода в Тольятти, начали действовать западно-сибирский металлургический комбинат. Тепловые электростанции в Конакове и Криворожье окончилась прокладка газопровода Средняя Азия, центр протяженностью 2750 километров. Полным ходом шло строительство знаменитого нефтепровода «Дружба», пропускная способность которого в настоящее время достигла 70 миллионов тонн нефти в год. Общая длина построенных в СССР нефти и газопроводов превысила 35 тысяч километров. К концу восьмой пятилетки совокупная рентабельность совхозного производства составила 22%, а колхозного еще выше – 34%. Благодаря сельскохозяйственной реформе снабжение страны продукцией сельского хозяйства значительно улучшилось. Курс на увеличение сельскохозяйственного производства был продолжен и при утверждении девятого и десятого пятилетних планов развития народного хозяйства СССР. Всего за три пятилетки с 1966 по 1980 годы на развитие сельского хозяйства страны было направлено почти 400 миллиардов рублей. Если принять во внимание тот факт, что рубль в то время по обменному курсу был больше доллара США, станет ясно, какие гигантские суммы выделялись при Брежневе на реализацию аграрных реформ. Однако эти средства использовались крайне неэффективно. Они вкладывались в строительство гигантских дорогостоящих комплексов, непродуманную мелиорацию и химизацию полей, не приносящих реальной отдачи. Таким образом, многие реформы в сельском хозяйстве и промышленности дали положительные результаты. Темпы роста экономики в СССР в 60-70-х годах были значительно выше, чем в развитых странах Европы. Среднегодовые темпы прироста национального дохода в годы 8-й пятилетки достигали 7,7%. Этот показатель превышает нынешний темп развития российской экономики во много раз. Буквального застой в экономике в конце 1960-х, первой половине 1970-х годов не было и близко. До системного социально-политического кризиса было еще далеко, но негативная тенденция замедления социально-экономического развития уже обозначилась. О некоторой отсталости Советского Союза свидетельствует тот факт, что к 1985 году у него было в тысячу раз меньше персональных компьютеров и ЭВМ, чем, например, в США. Ситуация обострилась из-за предпринятых Западом санкций в отношении СССР после начала Афганской войны, когда доступ в страну лучших зарубежных образцов, техники и наукоемких технологий фактически прекратился. Брежневский период руководства страной некоторые политики, историки и экономисты окрестили периодом застоя и стагнации. Это не совсем корректно по отношению ко всей Брежневской эпохе. Застой, стагнация, замедление темпов роста экономики, особенно в конце правления Брежнева, в период болезни главы государства, действительно имели место. Но если брать в целом Брежневский период развития огромной страны, занимавшую площадь в 22,4 миллиона квадратных километров, на которой проживало почти 280 миллионов человек. Общая картина будет несколько иная. Факты свидетельствуют. К началу перестройки 80-х годов в Советском Союзе был создан мощный промышленный потенциал. За 18 лет с 1970 по 1988 годы промышленное производство в СССР возросло в 2,38 раза. Развитые страны Европы за те же 18 лет дали значительно меньший прирост промышленного производства. В Англии оно возросло всего в 1,32 раза или почти в 2 раза хуже, чем в Советском Союзе. В ФРГ в 1,33. Во Франции в 1,48 раза, то есть значительно меньше, чем в СССР в период застоя и стагнации. Даже США отстали от СССР, дав прирост промышленного производства всего в 1,68 раза. Поэтому по меньшей мере, не научно вешать ярлык, брежневский застой на экономику, опережавшую по главным экономическим показателям не только развитые страны Западной Европы, но и США. Объем внутреннего волового продукта в период с 1960 по 1988 годы в СССР увеличился почти в 5 раз. Причем темпы роста законченного общественного продукта сохранялись почти во весь брежневский период. По сравнению с 1960 годом, его объем в 1970 году был превышен в 2,1 раза. В 1980 году в 3,5 раза, а в 1988 году в 4,7 раза. Эти показатели были бы гораздо выше, если бы реформатор не так сильно болел в последнее время, либо вовремя уступил место более энергичному руководителю государства. При всех недостатках и пороках политической системы, неповоротливости бюрократического аппарата управления, экономика при Брежневе обеспечивала сравнительно высокий уровень благосостояния населения. Объективный анализ социальной политики, проводимый под руководством генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, показывает как неуклонно. Из года в год повышался жизненный уровень трудящихся, как развивалось жилищное строительство, позволявшее бесплатно обеспечивать граждан СССР благоустроенными квартирами. На основе повышения производительности труда и подъема экономики росла заработная плата основных категорий трудящихся. Увеличивались общественные фонды потребления, делались серьезные финансовые вложения в государственную медицину, образование, спорт, отдых. В Брежневский период реформ снабжения населения продуктами питания и товарами народного потребления достигло самого высокого уровня по сравнению с другими периодами социалистического развития страны. Причем цены на товары и услуги были сравнительно невысокими, доступными среднему потребителю. Например, при зарплате в 200 рублей можно было купить четыре путевки в санатории на Черном море с лечением, питанием и проживанием в обустроенных номерах сроком на 24 дня. Образование в высших и других учебных заведениях при Брежневе было бесплатным. В современной России за последние три года количество бесплатных бюджетных мест в вузах сократилось на четверть. Средняя стоимость обучения в престижных государственных российских вузах в 2022-2023 годах составляла в МГУ 409 108 рублей, в Российской академии музыки имени Гнесиных 508 тысяч рублей, в МГИМО максимальная стоимость 698 тысяч рублей за год. Здравоохранение позволяло успешно бороться с детской смертностью, эпидемиями и другими заболеваниями. Операции, даже самые сложные, были для людей бесплатными. Пенсионное обеспечение в целом отвечало потребностям людей, ушедших на заслуженный отдых. Советские люди в брежневский период руководства государством имели и другие социальные гарантии на труд, отдых, жилища. При Брежневе было построено свыше 1 миллиарда 500 миллионов квадратных метров жилья, по 2-3 миллиона квартир в год, что позволило бесплатно получить благоустроенные квартиры более 40% советских людей. Согласно официальной статистике, к началу 80-х годов XX века отдельные квартиры имели почти 80% семей, включая семьи граждан Белоруссии, Молдавии, Украины, Прибалтийских республик, Средней Азии и Закавказья. В этих республиках, вышедших из состава СССР в декабре 1991 года, до сих пор львиную долю жилого фонда составляют квартиры брежневского периода застоя и стагнации. Несмотря на то, что 17 марта 1991 года. Большинство граждан страны высказались на референдуме за сохранение обновленного Союза СССР. Руководители Украины, Белоруссии и России, вопреки воле народа, нарушая Конституцию СССР, поставили цель развалить Советский Союз. И в декабре 1991 года некогда мощная держава, обладавшая ядерным оружием и достаточно развитой экономикой, перестала существовать. Большинство предприятий от разрыва налаженных хозяйственных связей получили такой шок, от которого не могли оправиться целое десятилетие. Распад Советского Союза привел к неблагоприятным последствиям на международной арене. США, воспользовавшись ситуацией, объявляют зоной своих интересов те районы мира, которые традиционно контролировались Россией и СССР. Поэтому не случайно президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назвал крушение СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века. Кризисное состояние экономики России вызвало, как когда-то в СССР, центробежные тенденции субъектов Российской Федерации. Реально была на рубеже 1991-1992 годов и угроза распада России. Сепаратизм особенно рельефно проявился в Татарстане, Башкортостане, Якутии. Трудные переговоры и взаимные уступки позволили 31 марта 1992 года подписать федеративный договор. Субъектами Российской Федерации наряду с национальными республиками стали шесть краев, 49 областей и два города федерального значения. Разграничивал предметы ведения федерального центра и органов власти субъектов федерации. Этот основополагающий документ подписали не все национальные республики, входившие в состав России. А Татарстан в Конституции, принятый 6 ноября 1992 года, записал «Татарстан, суверенное государство, субъект международного права». В Чечне возник кровавый конфликт, было две чеченские войны, названные официальной пропагандой антитеррористической операцией АТО. Благодаря чубайсовской приватизации, подавляющей большинство фабрик и заводов, сейчас снова в руках капиталистов, как будто и не было Октябрьской революции. Это стало очередным ограблением россиян, лишившихся с помощью чубайса, автора приватизации за ваучеры, огромной доли бывшей общенародной собственности. Благодаря Конституции 1993 года недра природные ресурсы также не являются общенародной собственностью. Процесс приватизации решил главные задачи, поставленные ее авторами, был сформирован частный сектор экономики, рынок ценных бумаг, сделал необратимыми экономические реформы. Таким образом, быстрый передел собственности преследовал не только экономические, но и политические цели. Поэтому следом за ваучерным этапом приватизации гособственности с июля 1994 года начался этап так называемых залоговых аукционов по продаже предприятий. С помощью залоговых аукционов, придававших видимость законности и справедливости приватизации, за бесценок были приобретены промышленные объекты нефтедобычи. Нефтеперерабатывающие стали литейные и алюминиевые заводы, другие лакомые куски бывшей общенародной собственности. Реализованная модель приватизации явилась одной из главных причин разрушения советской экономики. В процессе ее осуществления были допущены две принципиальные ошибки. Первая – одновременно с приватизацией основных активов предприятий их новым хозяевам была предоставлена возможность приватизации и присвоения рентного дохода. То есть одновременно с приобретением нефтяной скважины или рудника, собственник получал в подарок от государства недра – природные ресурсы, находившиеся под скважиной или на территории рудника. Основной причиной такого положения стала идея о том, что передача гособственности в частные руки и есть тот краеугольный камень, на котором строится цивилизованный рынок. В то время утверждалось, что самое главное – это создать столь необходимое для рыночной экономики чувство хозяина. Чубайс, один из инициаторов приватизации государственных предприятий, утверждал, только частный собственник может обеспечить существенный рост эффективности производства, создать подлинные стимулы к повышению конкурентоспособности производства, к постоянному обновлению ассортимента выпускаемой продукции, расширению масштабов научно-технического прогресса. Китайский опыт в расчет не принимался. В ходе массовой приватизации – доход от государственных предприятий, а заодно и природных ресурсов – магистральных трубопроводов. Монопольного положения производителей важных видов продукции, пользующихся повышенным спросом на рынке, стали получать новые собственники, а не государства. Не мудрено, что в результате возросших денежных потоков от бывших государственных предприятий, в том числе нефтедобывающих, в России появились люди с миллиардными состояниями, влияющие на власть олигархи. Они получали и получают сегодня в обход государственной казны львиную долю рентных доходов. Подчеркнем, что олигархи получают не только прибыль от работы предприятий, приобретенных по недорогой цене, но и доходы от самих природных ископаемых, которые содержатся в наших недрах – нефти, золота, алмазов и так далее. А ведь недра ранее принадлежали всему народу, а не группе олигархов. Столь стремительное обогащение новых русских, социальные расслоения, растущая бедность подавляющего большинства населения не могли не вызвать социально-психологического шока у граждан России. Промышленные предприятия, не связанные с добычей энергоносителей, пребывали в плачевном состоянии. У них не было оборотных средств, чтобы заменить устаревшее оборудование. Старые хозяйственные связи разрывались, новые партнерские отношения налаживались с трудом. Многие промышленные, транспортные, строительные предприятия месяцами не выплачивали зарплату рабочим и служащим, задерживались выплаты пенсий и пособий. Жизненный уровень россиян, и без того довольно скромный, еще более снизился. Смертность увеличилась на 20%, а рождаемость, наоборот, снизилась на 14%. В стране насчитывалось около 2 миллионов безработных, лишних для экономики людей. Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, то есть практически нищих людей, превышала 40 миллионов человек. Эти и другие цифры и факты свидетельствовали о том, что последствия экономических реформ крайне негативно отразились на социальном положении населения России. Шоковая терапия нанесла значительный урон бюджетной сфере – образованию, науке, медицине, культуре. 17 августа 1998 года. Кириенко объявляет о дефолте, то есть о неспособности России платить по своим долгам. А платить надо было в тот период свыше 150 миллиардов долларов США. Разразился тяжелейший валютно-финансовый кризис, приведший к еще большим потерям населения, его обнищанию. Жизненный уровень российского народа с 1991 года по 2000 год в так называемый Ельцинский период правления неуклонно снижался. В категорию бедных людей попали свыше 42 миллионов 300 тысяч россиян. Бедность – это голод. Бедность – это когда ты заболел, но нет денег на лечение, врачей и лекарства, когда нет хорошо оплачиваемой работы, нет возможности улучшить свое жилье, дать детям образование, когда чувствуешь себя беспомощным в рыночных отношениях. Причина большого количества бедных граждан в 21 веке в нашей, достаточно богатой, стране кроется на наш взгляд. Не столько в сложности тех преобразований, которые произошли в России в последнее время, а в их непродуманности в социальном плане. В результате, как показывают исследования Института социально-экономических проблем народа-населения РАН, на долю ТИС 15% – 15% населения России в настоящее время приходится около 85% всех сбережений, 92% доходов от собственности и 96% всех средств, расходуемых на покупку иностранной валюты. На долю остального населения – 85%, приходится 15% всех сбережений и всего 8% доходов от собственности. Россия неотвратимо распадается на две части. Одни обживают виллы и рестораны Куршевеля, престижного и очень дорогого курорта во Франции, другие едва сводят концы с концами. Столь глубокого социального расслоения, читай, ограбления, население не знала ни одна из современных стран мира. Наряду с резким ухудшением жизненного уровня народа, в период ельцинских реформ произошло глубокое падение промышленного производства в России. За время длительного экономического кризиса страна потеряла почти половину своего экономического потенциала. Напомним, что за годы Великой Отечественной войны Советский Союз потерял всего 30% своего экономического потенциала, то есть гораздо меньше, чем Россия от ельцинских реформ – 55%. Владимир Владимирович Путин так оценивал свое наследство от прежнего президента. Инфляция съедала и без того невысокие доходы граждан России. В 1999 году она составляла 36,5%. На начало 1999 года пришелся и пик задолженностей по заработным платам, пенсиям и пособиям. Некоторые пособия не выплачивались совсем. На предприятиях задержки с выплатами зарплат достигали двух лет. По отношению к 1991 году реальные доходы граждан составляли лишь 40%, пенсии и того меньше. В результате почти треть населения имела доходы ниже прожиточного минимума. Что это значит? Что треть наших граждан обнищала? Полностью. Тяжелое состояние дел в экономике и социальной сфере и, конечно, потеря многих ценностных ориентиров нанесли психологический удар обществу. Усилили социальные болезни, коррупцию, преступность. Обострился и демографический кризис. Рождаемость падала, смертность росла. Богатая Россия превратилась в страну бедных людей.